Огонь священных костров Если сравнивать последнюю студенческую весну 2016, она для меня показалась какой-то обыкновенной. Не было каких-то взлетов. И сравнивая уже с дебютами 2016, дебюты ярче были. Молодые пришли, не знающие еще, не нюхавшие пороха, что называется. И они очень хотели себя показать. Вот, как говорится, в омут с головой бросились. И вот даже если где-то мастерства еще не хватает, то брали желанием. Голоса горели. Фраза Игоря Аврова «Дебюты уже не те» в творческой тусовке стала крылатой. И звучит не как приговор, а как вызов. Единственная рамка, которую пока еще признают дебютанты – сцена. В остальном все просто. Вы смотрите, мы выступаем. История не нужна. Ценится уровень самоотдачи и красота номера, отточенного до последнего жеста. А жизнь придет по странной карьере. И судьбу так отманут. Каждый год дебюты становятся все сильнее и сильнее. Появляется новый формат. Какие-то новые личности привносят что-то новое в осенние дебюты. И это очень классно. Все факультеты делают опорные номера. И это не может не радовать. От этого концерт кажется становится только зрелищнее. И это очень здорово. У нас зрительно очень много танцующих ребят. Очень круто танцующих ребят в НМКУ. И это очень круто. У нас современная хореография. Мы танцуем. У нас танец называется «Чулан». Мы изображаем таких немножко сумасшедших девчонок, которые пытаются открыть коробку, в котором спрятана собака. Но мы никак не можем ее открыть, потому что мы немножко сумасшедшие. Второй зависит, который как можно дальше друг от друга. Третий зависит на уровень вашей колонии. Ты вытягиваешь Путина. Дебюты зеркала факультетов. По номерам и поддержке можно понять, есть ли в университетском братстве слабые звенья. Бывалым студентам важно не бросить перваков на произвол судьбы, превратить для них репетиции и выступления в праздник. В итоге каждый, кто работал в команде, в какой-то момент ощутил себя победителем. Сразу чувствую, что пришел в интересную тусовку, потому что другие факультеты говорят, ой, мы учимся очень долго, очень у нас скучно. И мы такие, ой, ребят, у нас дебюты, у нас все хорошо, весело. То есть там второй курс, третий, с нами очень легко общаются, нам все показывают. То есть очень интересные люди. Я первый раз таких встречаю. Я не ожидала, что придя на филологический факультет, встречу такое количество интересных людей и смогу поучаствовать в дебютах. Мы придумали такую романтичную историю, военную историю, которая очень тронула всех. И актерская игра тоже очень тронула. Многие сидели со связями на глазах просто. Мы сами плакали за кулисами, когда смотрели на это все. Конечно, уже болеем за наш факультет, очень переживаем, волнуемся. И вообще, you're fuck. Момент, когда скрываются кулисы, это, наверное, самый эпичный, самый пик эмоций, когда все собираются в одно целое. И работники сцены, и актеры, и там, форы, все. Даже те, кто особенно на сцене не задействованы были, но участвовали в создании. Там, световик, музыка. Все вышли на сцену, закрылись кулисы, и тогда мы дали жару. Ребята, седай! Давай, пик он, пик он, пик он. Жень, давай, седай. Жень, не сюда. И-И-Д-Б, И-И-Д-Б, И-Д-Б, И-Д-Б, И-Д-Б! Осенние дебюты хороши тем, что попадают в цель вне зависимости от чьих-то талантов и симпатий. Это всегда хороший способ выплеснуть накопившуюся за лето энергию, раскачать первокурсников и всем вместе почувствовать себя дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!